Всем привет! Сегодня буду готовить вкусное мясо в духовке. Для этого вам не нужен кусок мяса, вот такие разные специи, но потом я буду ложить все в маринад и буду рассказывать. И кипяток. Чайник у меня уже закипел, и я начинаю готовить. Так, наливаю в кастрюлю кипяток. Здесь у меня 2 литра воды, даже чуть-чуть больше. И добавляю сюда соль. Ну, где-то 2 столовые ложки. Пробуем. Чтобы была такая слегка солоновато. Теперь сюда буду добавлять корень имбиря. Ну, вот так где-то 3 штучки. Лавровый лист. Несколько штук хвоздики. Черный перчик. Сюда, конечно, лучше добавить горошком, но у меня нет. Добавляю сюда кориандр. Добавляю розмарин. Если есть, конечно, свежий розмарин, то можно добавить свежий. А также можно добавить сухой. Все. Рассол готов. Теперь ждем, когда он полностью остынет до комнатной температуры. Еще, если у вас есть, добавьте сюда перчик чили. В горячей воде специи настоятся, откроются ароматы и будет очень вкусный запах. Куда уже остыло. И сюда я буду выкладывать мясо. Оно будет мариноваться у меня всю ночь. Мясо у меня уже простояло в маринаде, в холодильнике всю ночь. И теперь я сейчас его достаю и хорошо просушу полотенцем. Ой, запах такой. Очень-очень вкусный. На мелкой терке натираю чеснок. Чеснок натерла. Теперь добавляю сюда паприку. Чуть-чуть майорана. Немножко розмарина. И черный молотый перец. И сюда добавляю оливковое масло. Хорошо все смешиваю. Отправляю смесь на мясо. И хорошо все натираю. Вот так мясо я оставляю мариноваться где-то минут 20-30. И потом буду запекать в духовку. Мясо у меня уже простояло 30 минут. Отправляю его в фольгу. И хорошо заворачиваю. Фольги не жалейте. Мясо я хорошо упаковала. И кладу его в форму. В форму наливаю где-то стакан воды. И отправляю в духовку 200 градусов на 1 час. Потом я его достану, открою и поставлю еще в открытом виде запекаться где-то минут на 15-20. Я достала уже мясо. Оно уже готово. После того, как оно простояло час в духовке, я его открыла в фольгу. И оно у меня запекалось вот еще 20 минут в открытом виде. Вот так хорошо прожарилось. Правда кусочек уменьшился в размерах. Но ничего страшного. Сейчас я разрежу мясо. Ой, аромат, запах по всей кухне просто объедение. Смотрите, какое оно внутри. Сочное и ароматное. Рецепт мяса я напишу в описании под видео. Попробуйте, приготовьте по этому рецепту. Получится очень вкусно. И, конечно же, такое мясо украсит ваш праздничный стол. Подписывайтесь на мой канал. Пишите обязательно свои комментарии. Всем хорошего праздничного новогоднего настроения. До следующих видео. Пока-пока.